Всем привет! Решил я сегодня съездить в лес, в национальный парк Припятский, полесье Беларуси. Хочу сходить на старый зубропитомник, где разводили зубров раньше, что в советское время. Также там медведица жила. Посмотрим, что там творится. Немного решил дороги заснять. Перед нами сейчас начинается лес, национальный парк Припятский. И дальше будем снимать сам лес. Продолжение следует... Не знаю, что-то фотик отключаться стал, что мы сегодня заснимем или не заснимем нормально. Надо покупать ей нормальную экшн-камеру. Пока что всё с выбором. Не определюсь, что лучше, чтобы и по времени снимала, и по качеству. И, конечно, недорогая была. Может, кто посоветует. В пределах долларов 100-150. Что можно купить. Присмотрел был Соньку. Но что-то... Отзывы по ней не очень. Так что, может, посоветуйте, что получше можно взять. Немного полазил на стройках я. И выключил там режим энергосбережения. Перестала работать функция приближения и отдаления записи. Так что, опять будем снимать в стандарте. Без всяких приближений и отдалений. Ну, хотя бы так работало. Это уже отключалось, наверное, раз за 3-15 минут. Больше по этой теме говорить не будем. Будем снимать лес, природу. Думал ещё поискать материалы какой-нибудь для подделок. Ветошек дубовых. Корней. Вот иду, смотрю. Лежать здесь. Ну, это не дело. У меня очень такая карашка. Сложно с этого корсика сделать. Нам трухля внутри. Ладно. Вот что получше найдём. Место это у нас называется Забавье. Со старины пошло название. Раньше это было урочище Забавье. Забавье на картах 20-х годов. Это сто год назад называли. И осталось название. Вот здесь. Когда-то был муравейник огороженный. Видно, что в этом году немного муравьи наносили. Наверное, заселились опять. Сейчас уже почти два часа дня. Темнее у нас. Уже опять. Солнышко. Так вот на горизонте. Выше не поднимается. Такие сосны стоят. Возле дороги. Наверное, год по 50. Здесь также черничник. Везде. С этой стороны. Просто бугороха. Здесь мизина черничником заросшая. В эту сторону пошла дорога. Болота. Там по болоту хороший идёт. Сбролин на сил. Нас его лежнёвка называли. То есть что делали. После военное время, наверное, лес с островов вывозить. Интересная сосна в глубине. Ряса растёт. Старая, сухая. Уже не растёт, а так стоит. Место тут интересное. Деревья такие гнутые. Вот дуб. Этот дуб. Красивый дуб. Рядом он. Сосна. Видно, что старая. Но уже сухая. Вон она. В центре кадра между деревьями. С ветками сухими. Плохо, что опять не приближают. Нельзя приблизить. Так бы близко посмотрели бы. Вот она. Видно в центре кадра сосна. Мороза сейчас немного. Три градуса. Четыре где-то. Но руки мёрзнут. Здесь болота вокруг. И воздух сырый. От сырости. Хобот. Уже прошли так немного. Нормально вот. Но идти сейчас прилично. Быстро буду идти. Чтоб не растягивать ролик. На два часа. Здесь вот беседка. Видно кострыща было. Или мусор закопали. Такая вот у нас. Беседка здесь. Вот указатель. Национальный парк. Лес не смятник. Придержит за собой. Здесь в основном лес смешанный. Сосна. Дуб. Ясень. Берозы. Живности пока не видно. Но шумно идём. Уже за километр всё поразбегалось вокруг. Будем подходить. К зубропитомнику. Тихо. Какую нибудь. Зверушку. Засниму. Конечно. Хотелось бы по снегах походить. Но снега не наблюдается. Обещали мороза. 12 января. До 10-15 градусов у нас здесь на юге Беларуси. Думаю градусов 9 будет. Больше не поднимется. Вернее не опустится температура. Когда замёрзнет уже лёд. Так. Пойдём на рыбалку. На щуку. На ставки. Лёд у нас в последнее время. В средине января только определяется. Уже который год подряд. Получается что щуку уже не по первой лёдью ловишь. А на глухозимье больше приходится. Но будем думать что-нибудь дословим. Тогда пойдём. Здесь такая вот кормушка стоит. На это. Видно для косуль зубров. Привезли чук сена. Что у нас тут поляна. О. Выгрызли снизу. Ещё-таки кто-то наверное кормится. Зайцы какие-нибудь. О. О. Пилот. Дверь pragmatic. Вот бугор на гребене Яму выкопали какую-то зази Яму выкопали 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 сейчас подмерзла так дорога хорошей мы пешком через не прогуляться что времени больше занимает нас права интересна такая поляна зайдем посмотрим интересное место вот деревья гнутые но это вот раньше кабаны червя наверно шукали вокруг пня выкопали яму выше колен слышно дятел где-то наверху ульта вот болото можно зайти глянуть клюхва расселенью видим пока дальше не видно ладно болото не пойдем по дороге так вот здесь уже за этим леском зубропитомник можно идти сюда и на право можно налево а думаю пойдем левой стороной назад уже правой там тоже интересно глянем что делается вон там беседку видно это не беседка а это кормушка для животных здесь такое место интересно сюда редко хожу наверно за всю жизнь раза четыре по пятую хайни 4 5 от силы 6 6 наверно пешком то долго идти на мопеде раньше ездил на скуперы подойдем вон там рядом троги с сюда троги с сюда троги с вот если на правой зашли что-то за место такое интересное Ну да, вот у нас кормушка, солома лежит, плёнка, здесь от бугор интересный, возле болота, вот здесь болото такое, и на бугре мы находимся, возле края болота, вот можно с ночёлкой сюда было бы приехать, пока что огонь палить нельзя, штраф выпишут сразу, если просекут дело это, так что без огня то не интересно в лесу сидеть ночью, вот такое вот болото вокруг, прикольное, конечно чтобы выше деревьев взлететь, так красиво было бы, глянусь по вокруг, вон туда снежины такие пошли, ладно, если без снега позамерзаю всё так, продолжу маршрут, через спутник, да прогуляемся болотами, главное, чтобы без снега, оно замёрзло, то что если снег, так болото особо не замерзает, вот здесь, конечно интересно, поблудить по кустах это, дорожче, всё, нельзя пройти, сейчас выйдем на дорогу, вот здесь, конечно, деревья такие, интересные, не знаю как называться, или вяз, наверное, вернее не вяз, а этот грабр, вяз он немного на дорогу, а грабр все наверно, конечно место тут интересное такое, кустики ореха, зикое, речиная, раньше много кабана было, копали всё под рад вокруг, а после этой чумы тишина в лесу полнейшая, нигде никого не видно, волки стали охотиться на косуль, на лосей, перебили всё вокруг, и двухногие волки, и четырехлапые, всю живность, полностью стажали по лесу, так, где-то мы тут вышли, на дорожку опять, ну вот, такие вот бугры возле болота, а куда-то мы зашли, стоп, наверное, уже, да, прошёл уход на влюбропитомник, куда мы и шли сначала, немного вернёмся назад, мы уже и не прошли, ладно, пройдём прогулять по дороге, можно будет вернуться, такие вот, на соснах верхушки гриней, прикольные, и если мы прошли мимо поворота на зубропитомник, значит, зайдём до самого болота уже этой дороги, да, говорю, что уже давно не было, не знаю, что тут изменилось, здесь, а нет, не прошли нормально, вон впереди видно, доска стоит, там ворота были раньше, когда джейсу много нас вдруг держали, а почти дошли, ну вот этот бугорок, наверное, год десять назад я тут лисичку собирал, было, сюда, так когда у меня машины не было, я ездил велосипедом, так сюда ближе получается, сюда и ездил, это от дома до этого вот места, получается, это километров двенадцать, именно сюда в лес, если вглубь, а на трассе, вон орол полетел, в центре кадра видно, орол, красавец, ой, пошёл над болотами, да, я говорю плохо, что нельзя приблизить, так бы красивый камеру засняли, и вот, что рассказывал, сюда от дома получается километров двенадцать до этого места, а до дороги, наверное, семь где-то, семь где-то, восемь, и раньше я сюда, всё время на велосипеде ездил, сап-машина, так просто, можно заехать дальше. залезем на бугор, а то общее время по дороге не интересует, здесь, здесь жил нас ещё, мы только орла и увидели, вот, такие джуны, там вон болото, бугры, низины, снимаем дальше, полчаса отсняли, половина батареи осталось, думаю, хватит, чтобы уже заснять наш объект, здесь такие вот болота вокруг, конечно, через линзу передать нельзя, особо, думаю, будет всё равно интересно посмотреть так, полнейшая тишина, где-то камазы вдали ездят, что песок возят, уже целую неделю подсыпает нам подъезд к Припяти, собирается сделать временный мост железный, а потом говорили, что это по старому руслу, это где раньше стихло, там пересыпут дамбами, короче, а сушат, в Припять ведут сделать мост, а на русло пойдёт старым путём, где оно шло до моста, и что так, как мост сделался он на суше, а потом пустили туда и припять, сейчас обратно делать будут, пустят по старому, а сделает мост по суше, если такие планы намечаются, то будет у нас там рыбалка неплохая, думаю, получится, будет стоять Припять на протяжении где-то километров трёх, конечно, если на правом виде не прокопают, там у нас идёт старое русло, раздваивается, одно влево, одно вправо возле щёлка, там может, что пересыпут, да влево запустят, тогда уже трёх километров не будет, а всего лишь где-то метров пятьсот, да и то хорошо, получится за рог пятьсот метров такой хороший, и будет там полно рыбы, кажется, уже вон дошли почти метров, наверное, двести осталось, далековато, уже почти сейчас идём, немного отвлекались, будем без этого, всё-таки интересно, вот такое вот беремце, дубок, вот это, были границы зубропитомника, огорожено всё, столбы дубовые, жерди попилили, они густо стояли, такая вот была территория, туда, шла туда, а там строение, посмотрим, взял я с собой фонарика, это такой вот с линзой, фонарика с Китая заказал за полтора доллара, там ночью хорошо светит лучом таким, на метров наверно сто, для чего фонарика взял, там есть такое полуподвальное, как бы помещение содержали, там сверей раньше, видно, зубра мало, может зимой, когда рождались зубы малые такие, пратали, чтоб не помёрзли, так там сейчас живут лисы и еноты, зайдём, посветим, глянем, что-то, даже может и так быть, иглок, вон, видно, центр кадра за деревьями, стоит такое здание, конечно, забрались капитально, вот, что-то за площадка такая, колышками отмечена, что-то они отметили, мужиков муравейника переносить собирались, непонятно, посмотрим, вольер медведицы здесь есть, раньше жила медведица, турыцы ездили, смотрели на зубра, на медведицу, не знаю, клетка будет, мы уже в железнике на металлолом попилили, вот мы и пришли на точку нашу, да, оружие, наверное, около восьми лет я тут не был, раньше тут не было, было много строений разных, кроме этого одного, были, что и рада, что тут поменялось, а не, все нормально, хороший, все, как было, так и осталось, просто подошел, я не по дороге, она там так вот проходит дорога, въезд, а из задних сторон, то не видно было там здания, видно зубров держали, кормушки вот, сено им снутри ложили, я сейчас подкармливаю зимой, такие вот у нас тут дела, хотя уже тут зубров так не содержит в закрытом, типа, но все равно, гляну, сено понавозили, вот, такая полянка, беседка, там сарайчик, а вот домик, сверху, ну да, сено возят, сейчас даже, вот, следы тракторные, и сено набросано сюда, не знаю, я тут, зимой, наверное, по лесу вот-то разлажу, это у нас что-то, о, роба висит, рабочая, еще колодец должен быть, это у нас от трассы, получается где-то 4 километра, может даже больше, вот здесь колодец у нас, что, фонарик взял, в кармане включился, сейчас посветим, что тут родится, бутылка привязана, наверно, воду кто-то набирал бутылкой, чтоб не утопить наш фотоаппарат, такая вот у нас вода там, не глубоко, полтора колеса, наверно, здесь нора, выкопана, это колоночка, забитая, нерабочая, здесь норы понарили, наверно, еноты, проволока валяется, проволоку заберем, на алюминий пойдет, потом назад, блин, сейчас зайдем в темное помещение, вот подкоп, видно, как я говорила, здесь, может звери быть, включим сразу фонарик, тишина, что у нас здесь, ведро находится, кирпич лежит в той полке, дальше смотрим сюда, богор, или какая-то хрень, короче, железная стоит, решетка на окне, здесь, с кровати спинки, вот наше это помещение, если и были звери, они нас уже услышали, но норы капитальные, наверное, сейчас, что-то здесь, даже, вон, под низ, позакапывали, здесь, скорее всего, что еноты, вот такая-то таблетка лежит, не знаю, что за такая, наверное, та, что, кабана травить, разбрасывали, норы капитальные, просвет, такое полуподвальное помещение, можно дожить зимой, стенда, вот это окно у нас тут зарасчурано, сходим наверх, посмотрим, фонарик выключился, ступеньки скользкие снизу виние интересно здесь балкончик такая вышка наблюдатель сверху посмотрим вокруг вон там дали где-то клетка была медведица ангары хранилищи разные здесь раньше стекла побивали были сейчас все застекленное такая вот комната ой ромка стукнул все подшито вагонкой видать уже сверху подзатекает эта крыша здесь начало жалко будет все за ней развалится прикольное такое помещение лавочки бутылки банки ставят в эту сторону что у нас можно начать скворечник пойдем сейчас дальше спускаться аккуратно надо спустились вот это помещение что мы внутри заходили все позарастало уже раньше чисто было и вот здесь лавочки столы вокруг вон вольер медведицы здесь стол стоит пол даже бетонный что оно было сюда наверное заберем все закрыто еще тоже это помещение здесь все лестницы сбросы держали в клетках в клетках до сараях вот подошли к самому интересному моменту это вольер медведицы капитально конечно построен здесь нора пошла старая старая а это у нас а это у нас что-то тут непонятное песка нам выгрыбали это звери себе жилисти поустраивали вот забрались мы до клетки как внутрь зайти как внутрь зайти единственный выход замок сейчас заберемся да ладно наверно не заберемся сейчас изнутри посмотреть единственный вход капитальный конечно здесь это сплошный металл 4 на 2 не это не труба так сейчас сделает металл медведь уже готовь нанесание тут такая вот будка здоровая сброен там медведь жив здесь написано что-то было а вот и дырочка кто-то отпилил вот 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 что выпилили дырки так не залезли вот 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 нора что внутри грибы и гнездо ус наверно было гнездо вот гнездо и один вот с и мы то самый первый что матка залаживает сверху а потом они так вот грозди строить их вниз жак осень и здесь выводятся в основном от матки такие крупные ячейки а сверху вот если посмотреть мелкая ячейка это рабочая оса здесь также вот еще немного рабочая матка пошла а потом уже получается матки одни выводятся только так осенью ближе потомство будущее вот такое вот осиное гнездо по разбору находимся мы сейчас внутри вольера прилично такое тут получается пространство сверху острые штыры такие спущены а куда идут попроще выйти только через берутую и вон там небольшая дырка а вон и что одна чудо и выйдем что-то отломал тупо вот и вот и дырка хорошо их тут много дырок это здесь стоит открывали чтобы медведица заходила выходила сюда 1 такая вот у нас тут помещение это кости кормили видно и вот дырка пойдем дальше вольер мы покидаем пойдем дальше вот здесь вокруг такая местность да мы еще не заходили здесь были что они были на беседке это у нас древотник дрова лежат дрова наложили вон туалет видно дали ну и беседка мангальчик с диска сделали и такая вот беседочка не знаю старая или свежую сделали как будто что не гнилое ничего не черное можно сейчас посидеть ну пыли стол пыли весь все пыли инвентарный номер 35 тишина на таком хутор и домик поставить все можно дорожки с досок везде доска когда вода наверно грязь была так поделали ладно пойдем уже на этом уже где наше путешествие заканчиваться обратную дорогу я не буду снимать то что я буду идти долго так руки будут не занят и такая быстро поймет выход но эта территория до сих пор огороженная что сюда ездит я уже думал что развалили уже все важнее такая вот фазенда хутор в лесу а все что до выхода выйдет вот свежий столбик подкопанный доска свежая вот ворота и выход ну вот дошел а только что до ворот и уже фотоаппарат отключился сели батареи полностью так что будем на этом заканчивать закрытые снаружи мы открываем калитку и выходим с территории зашли мы через задний план посмотрим что тут написали нам так влага заповедная зона которая заповедная зона проход проезд изнахоженная заборонены ну короче простым смертным людям находится нельзя здесь только приближенным прогулялись все таки мы местные а если начнут нам запрещать везде ходить и ездить так дома что ли сидят только да не знаю что делать куда не сунься везде заборонены короче не будем особо распыляться по этому поводу вот такой вот бывший зубропитомник сейчас уже здесь вы видели что находится чисто сено возит подкормить наверно зверя еще есть вокруг такое болото конечно место интересное красивое поэтому будем заканчивать кому понравилось видео ставьте лайки лайки подписывайтесь на канал всем удачи до свидания